Салют дамы, в первую очередь хотелось бы сказать, что это будет не дизайнерский взгляд, это будет взгляд мужчины в первую очередь на то, как выглядят девушки. Мы против этих женских педо-модельеров, которые придают свою душу и задницу западным брендам и заставляют восстановить то, в чем именно вы выглядите не очень классно. Но они вам это навязывают и вы думаете, вот я это надела, все, от меня теперь вкусом брызжет. Нет, так не бывает. Будет классно выглядеть, если одеваться в классику и подбирать именно то, что вам идет. Поэтому записывайте. Всегда очень круто выглядит строгая рубашка, то есть либо полоску, либо голубая, либо черная. Это вообще идеальная штука, которая должна быть в гардеробе любой девушки. Обязательно, чтобы она сидела по фигуре, а уж дальше под нее можно подорвать вообще все, что угодно. Хотите, носите на выпуск с джинсами. Хотите, сделайте кожаную юбку или из кожзама, выше колена, ниже колена, по колено. Это всегда офигенно выглядит. Небольшой поясок, сумка, все, это будет просто пушечно смотреться. Отлично выглядят платья в виде футболок. Удлиненная футболка просто. Это вообще самодостаточный предмет гардероба. Она должна быть в гардеробе любой девушки. Просто черная футболка получается длинная, там сантиметров на 10-15 выше колена. Кедики. Помадой красной губы накрасил и все. Красавица вообще. Отечки наденьте только и будет вообще все пучком. Обязательно, девушки, избавьтесь от растянутых вязаных вещей. Это выглядит круто, когда вот вы сидите там перед камином со своим молодым человеком или молодым дедушкой, пьете кофеек и вам так уютно и классно. В камине потрескивает огонь, а за окном ломится лось. Но это тупо выглядит на улицах городов. Ну то есть вот растянутые жилетки, особенно если под них еще какую-нибудь узкую юбку надеть, это все. У вас такое чувство, что ожирение по центральному типу. Это не модно. Нафиг это сразу же. Велосипедки. Вот идешь и видишь девушку в велосипедках. Вот это обтягивающие такие лосины, обрезанные. Это очень удобно в спортзале. Это выделяет все ваши выпуклости, чтобы показать это парням в зале. И они скажут, да, это круто, но это утырочно выглядит на улице. Выглядит так, как будто вам насрать. Это не сексуально. Это не круто. Поэтому если Джессика Альба ходит так по Голливуду, это не значит, что это будет круто смотреться на улицах России. Избавьте себя от этого, пожалуйста. Это бред. И я не понимаю, почему я как будто попал в прошлое, но я встречаю на улицах России девушек в джинсах клеш. Еще и надрезанные. Вы как сраные бременские музыканты не вздумайте это носить. Это не то, что позапрошлый век. Такое даже перед воде Наполеона было зазорно надеть. А они в лосинах ходили, мужики. Не понял. Поэтому, пожалуйста, уберите это. Классические брюки. Приталено. Все это сверху. Дальше заужаются. Короткие, длинные, подвернутые. Можно чуть пошире. Это всегда круче выглядит, чем вот какие-то эти джинсы расклешенные. Серьезно, вы куда Битлз решили склеить? Не надо этого делать, пожалуйста. Поэтому, дамы, круто выглядит, когда вы надеваете вещь, которая идет именно вам. А не то, что вам навязали модой. Что вот это круто носит и будешь классной. Нет, так не работает. И никогда не работало. И никогда не будет работать. Пробуйте разные вещи, разные комбинации. Найдите именно то, что вам идет. Что подчеркивает ваши достоинства и скрывает недостатки. И тогда вы реально будете классно выглядеть. Вообще в любых шмотках. Хоть 60-х годов, хоть 2005-х годов. Да хоть и бабушкиных вещах. Если вы это правильно подойдите, вы будете круто выглядеть. Поэтому цените себя. Всего доброго. Кстати, дамы, если на этом ролике наберется 100 лайков, мы снимем продолжение уже с живыми моделями. И на них подберем образы, которые вам точно подойдут. Продолжение ищите на Порнхаре.